что мы сейчас снимаем видео мы снимаем видео про что про акварель все верно а именно это немножечко разъяснительное такое техническое видео про то как рисовать деревья потому что они не всегда получаются вроде бы все легко да не все так просто как говорится потому что есть один нюанс новички часто делают ошибку рисуя ветви очень сильно волнистыми и они у них получаются как змеи то есть часто дерево новичка она вот такое вот такие конечно есть у меня у родителей растут кучерявые ивы которые примерно вот такие вот но согласитесь она выглядит немножечко ненатурально что же нам сделать чтобы сделать его более натуральным здесь опять работает та пословица поговорка что человек смотрит а художник видит и нам в университете говорили хотите рисовать деревья идите на улицу и смотрите на деревья либо откройте в интернете фото веток да и что вы тогда увидите наконец-таки да может быть первый раз своей жизни то что ветка но это я как садовод любитель уже разглядела давно и как художник еще в университете состоит из черенка который в каком-то месте да вот как бамбук рисует в каком-то месте имеет перелом направления движения то есть вот в этом месте растет почка и дальше черенок становится тоньше и он имеет меняет свое направление движения тоже в каком-то месте в котором тоже растет почка и таким вот образом до самого края поэтому ветки лучше рисовать через почку а именно через точку то есть движение вашей руки должно быть такое линия . линия . линия . линия . и вот в этой точке у вас будет разветвление в другую сторону линия . линия . линия . здесь опять в другую линия . линия . через вот такую вот точечку да вот это вот уже больше похоже на ветку помним что чем ниже да у основания наша веточка шире чем выше тем она уже тоньше будет как же отработать это движение вы берете кисточку с краской если вы у вас рука будет лежать прям лежать на бумаге то это движение будет очень короткая то есть линия . линия . все дальше уже у меня кисточка не дотягивается ну вот еще одну могу провести все как бы вот это вот и все дерево если я рисую только часть ветки я могу это нарисовать поэтому вам нужно оторвать руку от бумаги и рисовать как бы от плеча то есть вы двигаете всю руку вместе с локтем и отрабатываете это же движение но рука у вас висит вы можете на один палец опираться двигать ее но она не лежит такой технический момент и отрабатываете это движение линия . линия . линия . линия . от здесь я прижала кисточку гораздо сильнее и линия получилось толще когда у вас получится вот это вот движение потому что она сначала будет получаться с большим изгибом то есть на практике когда я обучаю людей чаще всего мне рисуют вот такую штуку вот такую вот то есть такие вот зигзаги в разные стороны которые тоже мало похоже на ветки потому что у ветки есть небольшой изгиб то есть она не идеально ровная небольшой изгиб все-таки есть да такой вот но он минимальный и этот момент тоже нужно рукой прочувствовать мозгом запомнить и еще технически отработать то есть вы делаете изгиб но минимальный когда у вас это движение получится отрабатываем следующий нюанс нажим кисточки я поменяю краску чтобы было интересней нажим кисточки так как мы рисуем одним движением цель на эти ветки мы не закрашиваем да вот у нас допустим нарисованная карандашом веточка вот такая вот мы ее не сидим вот так вот не закрашиваем по чуть-чуть чтобы нарисовать там второй переход этой веточки да мы это движение делаем сразу кистью цель на то нужно отработать помимо вот этого движения с небольшим изгибом и через точку разветвление да нужно отработать еще нажим когда вы кисточку прижимаете прям сильно вот она у меня легла на плоскость видите она аж прям так и загнулась у вас получается толстая линия надеюсь на камеру это будет видно когда вы кисточку прижимаете не очень сильно она у вас средней толщины и когда вы рисуете буквально перпендикулярно то есть не прижимая кисточку а рисуя только кончиком у вас получается тонкая линия и вам нужно координировать эти движения и изначально у основания кисточку прижимать . потом ее чуть-чуть приподнимать . и потом рисовать буквально уже только кончиком там одним волосочком на краешке кисточки прижимаем приподнимаем и буквально одним волосочком и вот это вот движение тоже должно быть цельная вот такая вот веточка дальше характер этого изгиба тоже может быть разный у каждого дерева своя структура своя геометрия свой характер линий свой характер веток да есть деревья такие на которые можно залезть и халабуду построить кто строил халабуду ставьте лайк видео у этого дерева вот такие вот ветки более раскидистые до размашистые то есть туда можно залезть и вот здесь вот сидеть не знаю алычка краснодаре такая растет есть деревья у которых ветки как у нашего дерева да они более такие собранные у них изгиба такого большого нет и соответственно у них более длинный ствол пин они начинают разветвляться повыше и вот этот вот излом он есть то есть линии непрямые но он минимальный то есть они очень плотно к друг другу бачок к бачочку да какое как на какое дерево это похоже кто у нас садовод любитель расскажите мне такое вот да есть вообще тополя которые совсем имеют длинный ствол и все ветки у него совершенно кучку собранные да как связанные между собой такие вот так что посмотрите какое дерево вы рисуете да это тоже очень интересный момент какой характер у него будет такой такой или такой да это могут быть кусты которые не будут такими толстыми да и будут тоже достаточно раскидистыми вы я сейчас рисую а вы постарайтесь отследить это движение через точку то есть я делаю достаточно быстро но это движение через точку всегда . 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 и вы видите что у меня получается кверху более тонкие линии Одновременно, то есть это опять-таки как мы вводим автомобиль, одновременно и в заднее и в переднее зеркало, и поворотник включить, и посигналить, и скорость переключить, но до автоматизма, когда ты едешь уже и не думаешь о том, что ой-ой-ой, я забыла именно это действие. То есть два действия одновременно, это не так сложно для нашего мозга, особенно если немножечко потренироваться. Давайте более большое, точка, 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 да, и видите, у меня рука не лежит, она у меня ездит, да, от плеча получается, от плеча я рисую. Так, вот такая вот история у нас получается. Если вы пойдете, порассматриваете деревья, то вы увидите все эти череночки, все вот эти почки, все вот эти точки, и можете сесть под самым красивым деревом, открыть свой блокнот, достать. Даже это можно маркером делать, можно даже карандашом попробовать порисовать именно правильную структуру, правильный ритм у веток, чтобы не получились такие змеи, а получилось более или менее похожее на настоящее дерево. Конечно, нет предела совершенству, и мы будем усложнять это рисование, но для начала вот эти вот здания должны быть зафиксированы. Поэтому, у кого не получилось нарисовать деревья в этом уроке, ссылка на урок будет в конце видео, с первого раза, то вы можете потренироваться и попробовать повторить еще раз. Я всем желаю успехов в ваших начинаниях, ждите следующих уроков, счастливо, пишите, о чем вы хотите, чтобы я снимала видео. Всем пока! Ставьте лайки! Субтитры сделал DimaTorzok